Книга открытым оком. Вопрос 508. Тема богослужения. Недавно в газете описывали случай, когда священник одну и ту же пару вынужден был повенчать два раза подряд, так как оператор, снимавший это на видеоплёнку, по рассеянности стёр запись. Как рассматривать этот случай? Грех ли это или исключение из правил? «Действительно ли такое венчание?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Были бы деньги, а всё остальное возможно повторить несколько раз. Такое возможно стало потому, что в этом событии действий ни священник, ни участники спектакля не видят таинства, которое запечатлевается на небе. Можно ли попросить женщину, рождающую ребёнка, попросить родить его заново, если видеозапись не удалась? Можно ли вновь из ребра создать Еву? Можно ли то, что соединено в одно тело, заново разрубить и вновь соединить? Предполагаю, что если такое произошло, оно могло выглядеть так. Когда оператор заметил свой недосмотр, он попросил батюшку провести молодых вокруг аналоя, дать поцеловать венцы без произнесения каких-либо слов. Тогда в этом нет никакого кощунства, а просто продление игры. Сегодня это венчание для почти всех венчающихся есть красивое шоу по сравнению с тем убожеством, какое совершается в дворцах бракосочетания. Тем более, что почти никто и не думает соблюдать то, что читается при венчании из священного писания. Прекрасно и бесподобно эту тему написал Лев Николаевич Толстой в Крицеровой сонате. Зная, что батюшки теперь терпеть не могут эту повесть, советую всем ее прочитать, не заглядывая после словия к сонате.